Добрый день! Вы смотрите новости в студии Кирилл Гусев. Как всегда в начале выпуска коротко о главных зимах. С гибелью рыбы борются в Алтайском крае с помощью аэрации. Это искусственное насыщение воды кислородом с помощью специальных установок, размещенных в лунках. Подробности через несколько минут. Полевой хирург именно так раньше называли людей, которые сейчас работают фельдшерами. Как сегодня организована их работа в селах региона, расскажем в выпуске. Впервые Алтайский государственный музыкальный театр примет участие в российском национальном театральном фестивале «Золотая маска». На генеральной репетиции побывала наша съемочная группа. В Алтайском крае продолжает расти заболеваемость ОРВИ. По данным минувшей недели зарегистрировано почти 20 тысяч случаев респираторных инфекций. Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, это на 16,3% выше эпидемического порога. Причем большую часть заболевших составляют дети до 14 лет. При лабораторных исследованиях регистрируется циркуляция негриппозных вирусов. Это аденовирусы, метапневмовирусы, боковирусы, ритовирусы и парагрипп. А вот случаев гриппа не выявлено. Специалисты рекомендуют при признаках заболевания обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Больные не должны посещать рабочее место или организованный детский коллектив. Также всем жителям региона необходимо соблюдать традиционные меры профилактики инфекционных заболеваний. Случаи краж канализационных люков участились в Барнауле. С начала года городские службы выявили по меньшей мере 29 инцидентов. Сотрудники СГК во время плановых обходов сетей зафиксировали 12 случаев хищения в разных районах города. В том числе на проспектах Ленина и Строителей, а также на Павловском тракте и улицах Георгиева и Петра Сухова. В водоканал с начала года поступило 17 сообщений об открытых колодцах, а всего за 2020 год зафиксировано 404 случаев хищения. Сотрудники предприятия также регулярно проводят обследование всех городских люков и максимально быстро устанавливают новые. Добавлю, по вопросу открытых люков можно позвонить в единую дежурную диспетчерскую службу города по телефону 299188. С гибелью рыбы борются в Алтайском крае с помощью аэрации. Это искусственное насыщение воды кислородом с помощью специальных установок. Его кислорода недостаточно в зимний период из-за толстого слоя льда. Какие решения находят пользователи водоемов края, смотрите в следующем сюжете. Эта уникальная для Алтайского края установка работает без электричества и топлива. Она насыщает воду кислородом зимой, чтобы предотвратить замор, гибель рыбы и других обитателей озера. Предприниматель из Алейского района Иван Белоруков заказал ее у местного мастера за 20 тысяч рублей. Установил на озере Приятельское, где разводит раков. Аэратор устроен просто. Ветер крутит лопасти, а они трехметровый шнек, погруженный в воду. На его конце два закрепленных винта. Я его заказывал, то есть увидел на видео в ютюбе, на сферах пользуются такими, у нас я здесь их не видел. Он для того, чтобы создать циркуляцию воды в заморное время, то есть зимняя, как правило, это вторая половина зимы, для того, чтобы нижние слои воды смешивать с верхними, то есть теплые с холодными, и, соответственно, это помогает размывать лед сверху, то есть дает дополнительный доступ кислорода в водоем. Делается это для того, чтобы минимизировать потери при заморе. В феврале лед становится слишком толстым, солнечный свет не достает дна. Водоросли перестают вырабатывать кислород, который необходим водным обитателям, особенно ракам, донным животным. Даже 20% потери при заморе – большие убытки для предпринимателя, а иногда этот показатель может достигать и 80%. В нашем регионе традиционно используются бензо- и электроаэраторы. Но сейчас, по словам специалистов, это не актуально. Во-первых, все эти водоемы, как правило, далеко от населенных пунктов. Соответственно, это проблематично само по себе. Ну, плюс срабатывает человеческий фактор очень много. Поэтому, может быть, одно из единственных направлений – это разработка, установка и определение эффективности именно ветровых установок. Всего в регионе 96 промысловых водоемов и 28 рыбоводных. Их пользователи совместно с Минприроды края круглый год ищут решения для предупреждения заморов. Определяют последствия зимовки и уровень кислорода. На этой неделе ветровую установку должны привезти и на озеро Большое Островное в Мамонтовском районе. Вадим Слюсарев, Анастасия Меньшакова, Денис Кузьменко. Новости. Полевой хирург. Именно так раньше называли людей, которые сейчас работают фельдшерами. В России фельдшеры появились в 18 веке. Их задача – оказывать доврачебную медицинскую помощь. Как сегодня организована работа в фельдшерских пунктах в селах региона, расскажем прямо сейчас. В селе Боровяково Паловского района живет 270 человек. Ни больницы, ни фельдшерского пункта нет. По любому поводу на прием к врачу приходилось ездить за 10 километров в районный центр. Поэтому открытие фельдшерского пункта многим облегчило жизнь. Ирина Соларева работает фельдшером уже полтора года. Закончила родинский медицинский колледж и свою работу ценит. Мне нравится помогать. Действительно, что и людям, и пожилым людям. Вот даже вот некоторые, то здесь в деревне, получается, не может никуда даже выехать. Помочь им чем-то, даже эти препараты, когда приходят, отнести. И те же самые рецепты, чтобы ему не ехать, допустим, и сидеть там в очереди в ожидании, когда ему напишут талон, получается, на препараты. Мне проще самого выписать и привезти сюда, отдать. Сами жители говорят, что появление фельдшера в селе стало важным событием. Оказать доврачебную помощь, измерить давление и даже просто поговорить, выслушать и психологически поддержать. Это очень важно, потому что, ну ладно, мы помоложе еще можем съездить, но у нас же большинство пожилых людей, куда они? Они только в ФАП могут прийти. Конечно, хотелось бы, чтобы ФАП работал каждый день, но нет такой возможности. Мы рады и тому, что у нас хоть сейчас такое есть, и то, слава богу. Я довольна. Я ничего не могу сказать плохого. Я довольна. Привлечение и закрепление молодых специалистов – основная задача Центральной городской больницы в Павловске. На данный момент шесть студентов из Барнаула и Родинского района обучаются в медицинском университете и после окончания учебы готовы вернуться в село. Мы видим, что ребята приходят с желанием большим работать именно с самодачей очень большой и понимают, для чего они идут в медицину. Это оказание помощи больным людям, работа с больными людьми. Это и бывает, и день, и ночь работа. Соответственно, они уже идут готовы к своей специальности. Но тем более, поработав на практике, мы видим, что у них, какой потенциал, к чему у них, так скажем, тяга, и мы можем предложить в дальнейшем какие-то дополнительные специализации. Стоит отметить, что в рамках нацпроекта здравоохранения в 2021 году Министерство здравоохранения выделило Алтайскому краю квоту на трудоустройство 34 средних медработников. Сегодня их готовы принять практически во всех районах и городах региона с населением до 50 тысяч человек. Дмитрий Дроздов, Алексей Шаульский. Новости. Впервые Алтайский государственный музыкальный театр примет участие в российском национальном театральном фестивале «Золотая маска». Все подробности узнала моя коллега Тата Геворгян. С каким мюзиклом будете выступать? Ну, в этот отборочный тур мы попали с мюзиклом «Капитанская дочка». Каждый год мы подаем заявки на участие в этом фестивале. И в этом году члены жюри «Золотой маски» отобрали этот спектакль к просмотру, к рекомендациям. И вот чуть позже нам огласили результаты. И наш спектакль был номинирован сразу в 10 разных номинациях. Поэтому мы, безусловно, этому очень рады и, конечно, понимаем всю ответственность. Потому что такие события случаются редко, насколько я понимаю, и в крае. Для нас это вообще первое участие. Тем оно дороже для нас и тем оно волнительнее. Но мы, собираясь очень внимательно, да, и успокаивая свои нервы, отрабатываем этот спектакль сейчас в показах. Поэтому для тех, кто придет на наши спектакли и ближайшие, например, которые состоятся в ближайших репертуарных листах, обязательно будет, мне кажется, чувствоваться такое волнение, как будто на премьере. А в двух словах о самой «Капитанской дочке» почему на нее стоит прийти для тех, кто еще не пришел? Потому что премьера-то была еще в 2019 году. Да, конечно. Но этот спектакль, во-первых, больше в ни в одном театре не идет. Он был написан, этот материал, специально для нас. И поэтому это такая, можно сказать, всероссийская премьера на нашей сцене. Это эксклюзивный материал. И когда мы этот материал получали, то для нас было важно, чтобы все артисты, которые в нем участвуют, они идеально подходили. Но так и сложилось здесь, когда совпала и трупа, и материал. И вообще история «Капитанской дочки» – она прекрасна. Она вечная, вечная тема, нужная, очень важная. Мне кажется, что каждый персонаж здесь является отражением всех нас и постановщиков. И вложил каждый артист что-то своего в свои персонажи. Поэтому одно дело прочитать книгу, а другое дело, когда каждый персонаж добавил в этот образ что-то свое, и эти герои стали еще объемнее, еще интереснее, еще характернее. Мне кажется, вот поэтому стоит прийти, посмотреть, обязательно перечитать книгу. Я думаю, это будет очень любопытно. Кстати, ну и когда узнаем результаты победы в «Золотой маске»? Ну, у нас объявление результатов будет 22 апреля. Мы приглашены на эту церемонию, церемонию награждения, которая состоится в Москве. Поэтому, ну, пока мы об этом не думаем, пока мы только думаем о том, как нам здорово можно съездить и собрать все силы для того, чтобы сделать очень достойную работу. И в конце выпуска к новостям спорта. Хоккеисты «Динамо Алтая» начали серию игр против «Кристалла» с уверенной победой. Игра проходила на равных, однако гости по броскам в створ были лучше. Но в этом матче результативность решила все. Как итог, победа хозяев 4-0 и сухарь нашего галкипера Кирилла Волохина. Второй матч серии состоится сегодня в 19.00 на Титов-арене. Приглашаем поболеть за нашу команду. А вот матч между баскетбольным клубом «Барнаул» и «Динамо МГТУ» из Майкопа не состоится. В связи с тем, что команда гостей не прилетела в краевую столицу. В настоящее время подробности уточняются. Следующий матч барнаульцы проведут 21 февраля против Ставропольского «Динамо». Игра состоится в 17.00 в спорткомплексе «Победа». На этом у меня все. Смотрите телеканал «Катунь-24». Всего вам доброго.